Шаланды Наш Константин берет гитару И тихим голосом поет И я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика Но и молдаванка, и пересы Обожают гостю моряка Но и молдаванка, и пересы Обожают гостю моряка Рыбачка Соня как-то в мае Направим в берегу паркас Сказал гостя, все вас знают А я так вижу в первый раз В ответ доставка сбега пачку Ответил гостя с холодком Вы интересная цитачка Но дело, видите ли, в том И я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика Но и молдаванка, и пересы Обожают гостю моряка Вся Одесса, кажется, влюбился Кричали грузчики в порту Об этой новости неделю Везде шумели рыбаки На свою грузчики одели Со страшным скрипом башмаки Я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика В день и ночь гуляла вся пересы На веселой свадьбе моряка В день и ночь гуляла вся пересы На веселой свадьбе моряка Вече в ночь гулялась АПРС И на веселой свадьбе моряка Уже можно хлопать, да? Да, да, можно даже посильнее Давайте покажем, как похлопать нашим коллективам Здравствуйте, здравствуйте В эфире Знай Юэй, приветствую вас У нас сегодня концерт С нами музыкальный кооператив Деньги вперед Лидер группы компании кооператива Феликс Шиндер Здравствуйте, приветствую вас Представьте ваших ребят У вас есть временное, нас много Значит, это Андрей Хромович Он вчера купил новую трубу 2700 долларов за американскую дудку Труба Поздравим Поздравим его вместе, Андрюха Владимир Гитин Кларнет Родом из города Кривой Рок Провел детство в Индии Играет лучший кларнетист города Одессы Все аплодируют Олег Васинович Музыкальный руководитель нашего кооператива Обладатель электронного аккордеона Он покажет вам, что это такое Это не просто аккордеон Это восьмое чудо света Олег Васинович Аккордеон Сергей Полторак Граф Сергей Полторак Родом из села Музыки В Кашу на Херсонщине Барабаны Дмитрий Сведрук Почетный защитник границ Украины Тренер физкультуры То есть физрук по-нашему А также турист, лыжник и бард Бас-гитара Дмитрий Сведрук Покоритель сердец Молдаванки Тоже немножечко Граф Разорившийся миллионер из прошлого Инженер Кучурка Гитара Так, ну первый вопрос, наверное, стандартный Почему кооператив и почему деньги вперед? Групп много, кооператив один, особенно музыкальный, особенно из Одессы Вступительные взносы есть? Вступительные взносы, ну, как вам сказать? Я об этом не думал А вы что, хотите внести? Вступительные? Внести? Деньги вперед, да, почему? Да, деньги вперед, потому что мы из Одессы Потому что это правильный подход к жизни Это наш подход к жизни Мы музыканты И когда-то, знаете, бывали ситуации Бывали ситуации Когда нас хотели кинуть Но мы, дабы таких ситуаций никогда не было Сразу заявляем о том, какие у нас, так сказать, отношения с заказчиками Много берете? Ну, достаточно Достаточно И сразу хочу вам сказать, что корпоративы Судя по трубе, достаточно Достаточно, вот, видите, цена это важно Значит, корпоративы, свадьбы, дни рождения, юбилеи, частные мероприятия Если просто хочется пригласить, деньги вперед, в интернете мы есть Спасибо Горько Ну, первая песня, она не вашего авторства Известная, популярная, любимая Мы ее очень давно сочинили Как вы хорошо сохранились Это песня из кинофильма, она стала популярна Исполнял ее Марк Бернес Одна из визитных карточек города Одессы Которая должна жить и исполняться такими живыми музыкальными коллективами А не под самограйку или минус какой-то Вот мы несем культуру нашего города в массы И напоминаем о том, что эта музыка должна звучать вживую Антикараоке такое, да? Да, да Ну вот, вы определяете свой стиль как Одесса-ганста-фолк Но я думаю, мы еще услышим что-то в этом стиле Что это такое, если перевести в слова? Давайте вместе попробуем Значит, Одесса, понятно, да? Ганста, что в вашем представлении? Ну, судя по тому, что вы сказали У вас все, в общем-то, люди приличные, без криминального прошлого, да? Да, в принципе Не все привлекались просто Ну, Ганс, да, Одесса знаменит своей хулиганско-бандитской историей Мифологией, я бы даже сказал И мы тоже музыкально ее пропагандируем Тем более, что в песнях, как правило, эта песня именно о каком-то темном прошлом в основном Ну, или настоящем, да? И поэтому в песнях как раз мы не говорим о том, что мы какие-то заключенные или привлекались Но в песнях часто это одесский фольклор И там в основном убили, зарезали И все счастливы Очень напоминает шансон, судя по тематике, нет? Конечно Да, да, это шансон, блатняк вообще Нет, это французский шансон, напоминает Так, ну хорошо, одесский французский шансон, что-нибудь вот чисто в своем Одесса-гангста-фолк Исполнитель? Да, да, а вы, кстати, такую музыку, наверное, не слушаете Вы у нас уже третий исполнитель Клезмера, так что, получается, слушаю Нет, 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 мы Одесса-гангста-джуиш-фолк У нас слово Клезмер не присутствовало Ну, в фестивалях-то участвуете В фестивалях участвую Мы на рок-фестивалях участвуем, мы же не говорим, там же рок играем У нас особенный стиль, который мы отсоединяем от всех остальных Это микс, разные стили в этом замешаны И сейчас я вам хочу продемонстрировать золотую одесскую песню Которая не является классикой, но по тексту такой является Я уверен, вам она понравится Песня называется «Витька Шрам» Да? Мы же хотели ее собрать На суд общественный Это криминальная история Заходит в ресторан, брюнет прикинутый Как новая блесна в прокисший водоем Глаза цыганские, зуб алюминиевый На пальце брулянт и пистолет при нем Чубру алина вы, усы как ни тачка В кармане денюшка и пистолет при нем Походкой фланера, да посередочке Не выпуская папироску из-за рта Шаги печатает, и дамы томные Кладут на стол свои чугунные бюста В стеблетах лаковых Люминицирует, и дамы шевелят прекрасные места Присел в стороночке возле оркестришка Принял две водочки, писташкой закусил Играй, играй капштык на своей скрыпачке Брату, которую сегодня он убил Давай, дави капштык в связи из скрыпачки Брату, которую сегодня он убил Она была ему почти сестренкою Он и куплял в галантерее вера Вдруг срисовал козу в постели с фраером Что чистил лондонской вторые номера Он угадал ее с дешевым фраером Что чистил лондонской вторые номера Упали две слезы, слезы горячие На вялый бутерброд с подсохшую икрой Он встал и выстрелил себе в запасуху И все увидели, какой он молодой Две пули вакуратно, сердце знойное И все заплакали, какой он молодой Пиджак в полосочку, почти что новенький Под ним жилет прошиты ниткой золотой Петлицы розочка, на шее галстучек И шрам косой от острой финки воровской Петлицы розочка, а в морге Сонечка И шрам косой от острой финки воровской У края кладбище на лысом холмике Могилка скромная, открыта всем ветрам А в ней закопаны налетчик молодой Сам без фамилии, по кличке Витька Шрам Налетчик душечка, портовый коярчет Сам без фамилии, по кличке Витька Шрам В одном из интервью вы сказали, что вы патриот Одессы Вот скажите, в каких годах в Одессе вы бы хотели жить? Какие годы? Ну, я бы, конечно, патриот, знаете, у одесситов это качество очень развито Вот мы относимся к понятию, вот, Одессит Очень, так, знаете, это наша, наша одесская нация Вот у нас есть своя мифология, свой язык, своя культура Она такая вот, интересно сложилась Невероятная история у нашего города И, как бы, что вы спросили? Ну, это же песня где-то сороковых годов, да? Вот я говорю, вот ваша Одесса, да, какого она года? Вот эти песни, которые классические одесские, которые люди знают Это песни, написанные в такой период уже второй волны ностальгии по прошлому Многие из них, не все, но многие из них И я бы хотел оказаться именно в том прошлом И не жить, но оказаться Это где-то 1820-50 год Вот тогда была такая первая золотая эпоха Одессы Когда было невероятное количество народа вместе Когда вывески на улицах были на итальянском языке Когда еврейское население Одессы представляло иногда половину, а иногда и две трети, представляете себе Когда были парусные суда, которые вывозили пшеницу во все страны Средиземноморья Когда приезжали в Одессу авантюристы И всякие торговцы с целью очень быстро обогатиться Развести в городе был авантюрный дух И я его только могу себе нарисовать вот таким, которым он был тогда И мне он очень нравится Я бы хотел увидеть это Я хотел бы увидеть пушкиновскую Одессу Когда не было деревьев Когда в парках были То есть не было особо парков Одесса была в ветрах, в ужасных дорогах, в пыли Что-то поменялось по поводу ужасной дороги? По поводу дорог? Ну, у нас другие ужасные дороги Но в Одессе, кстати, дороги очень даже и неплохие У нас знаменитая такая вещь, как булыжники одесские Которые были завезены из Европы И вот они стоят хорошо И если их не трогать, они очень хорошо стоят Когда вы поняли, что... Ну, вы же человек современный, да? Вот вы же только думаете о том, чтобы хорошо было там оказаться Когда вы поняли, что вот там, не знаю, ни попса, ни рок А вот именно такая народная одесская музыка, это ваша И как вы заангажировали этих приличных людей под это дело? Ну, мы друзья И ангажировать друзей, я не знаю, можно ли совместить такие слова Думаю, нельзя Мы друзья, мы гастролируем вместе И играем то, что нам нравится И на что есть отклик у людей Ну, музыкант без отклика, он пропадает Нам приятно, когда нас слушают, хлопают Когда мы отдельные от чего-то, когда мы чувствуем, что у нас своя есть такая веточка, знаете Вот, что им сказать Евгений, вы таки инженер или таки нет? Я самый настоящий инженер Меня спрашивают, почему у вас такой псевдоним инженер Кучурка Ну, я закончил инженерный факультет, и моя фамилия Кучурка, все нормально То есть, все правда Меня зовут Женя, по прозвищу инженер Кучурка, так получилось Ну, а как вы решили придать свое инженерное будущее в пользу музыке? Ну, я его не настолько прямо придал Я уделил и часть жизни уже какую-то довольно нормальную и этому И мы с Фелисом были давно знакомы, еще когда я учился И даже чуть раньше И мы уже тогда занимались, играли, что-нибудь придумывали Мы тогда как раз искали, чем бы нам заняться Там был рок-н-ролл, блюз, регги, все, что мы пробовали, разное И даже думали, кавер коллектив, что-то такое И в какой-то момент просто как-то нас позвали поиграть Говорят, ну, вы же из Одессы, играйте что-то одесское И мы как-то подготовили каких-то там 8 песен И поняли, что нам нравится Что нам это родное И мы подготовили на сцене тогда самогончик, огурчики Стол накрыли такой был на сцене Первый фломан с нулевойка Да, во время проигрыша мы успевали уже все там подготовить себя К началу куплета И получилось, что нам это действительно понравилось Дальше я там уехал работать на Севера, еще куда-нибудь Я возвращаюсь, а Феликса тут уже нормально идет Потом Феликс говорит, да, слушай, ну, что там тебе Давай приезжай сюда Тут, ну, интересно, правда Такая авантюра Все, что связано с группой, это, наверное, авантюра Мы каждый день думаем об этом Насколько это постоянно У некоторых семей, дети И у каждого вопрос Авантюризм это Или все-таки профессия Или все-таки профессия Или стабильность И мы живем часто, понятно Ну, в путешествии, в дороге просто Хорошо, что нас так много Иначе мы бы, наверное, переругались Мы можем переругаться между кем-то Но всегда есть кто-то другие, все остальные Которые помогут выйти из любой ситуации И это очень приятно Ребят, ну, у нас появился свободный микрофон Поэтому я думаю, что все сейчас смогут высказаться Вот как вы попали в коллектив Не жалеете? Есть ли стабильность? В общем, рассказывайте всю правду Ну, идея играть одесскую музыку У меня тоже родилась в голове Потом я увидел Феликса Ну, мы познакомились И у него точно такая же идея была И мы просто легко скооперировались И начали играть Сначала втроем А потом уже большой коллектив А был музыкант по образованию? Да Самое, что не наиск Видели когда-нибудь аккордеониста Которые не музыканты по образованию? По своей воле, мне кажется, редко кто-нибудь Нет, ну это может быть, знаете, там Как бы Властная мать Это школа музыкальная Начального уровня Первые три класса Ну, по-разному же бывает Да, не, ну я шучу, конечно Я, в принципе, читала, что Кроме Феликса Почти все здесь музыканты Даже с консерваторским образованием Да Да, это правда Так, ребята, кто еще? Кто дотянется до микрофона? Хочется знать Как сложилась ваша судьба? Фредди Меркори Как сложилась ваша судьба? Нет, это будет долго Может быть, все-таки что-то поконкретнее Как вас занесло в Одессу? Как вы приняли такое судьбоносное решение Участвовать в кооперативе музыкальной? Участвовать в кооперативе? Ну, это на самом деле долгая история Но в Одессу так вкратце попал Потому что, опять-таки, я тоже профессиональный музыкант Я закончил в Кривом Роге музыкальное училище И поступил в Одесскую академию музыки А уже когда закончил У меня был, скажем, период творческого и жизненного поиска Где я, можно сказать, превратился Ну, как бы я не перестал быть профессиональным музыкантом Но стал также уличным музыкантом И таким путем жизнь Дала возможность повстречать Феликса И это оказался очень близкий по духу человек И сначала я попал в группу, которая тогда называлась Highway И тогда еще детского репертура было немного Вот, но затем Мы вместе играли Был там небольшой перерывчик у нас Но потом Феликс, когда решил уже сделать большой коллектив Чтобы на фестивале ездить То позвал снова в коллектив Мы продолжаем играть Тем более для любого музыканта Я считаю, неважно, профессионального, академического Играть разную музыку И быть в этом тоже классным по уровню Это тоже развитие Поэтому и мы следим за качеством в группе То есть не просто такой балаган Где мы только энергию радостную даем То есть следим за качеством Чтобы это все было профессионально Вот, ты так и сказал Как будто тебя судьба выкинула на улицу И Феликс тебя подобрал И на окраине, на обочине жизненного музыкального пространства Проезжал Феликс, знаешь, в этом Мерседесе На обочине ГАА, да? Я бы еще, знаете что Я бы затронул наше современное новое увлечение Хьюман дизайном Скажите Пластическая хирургия? Нет, нет, нет Да, Вова уже совсем не тот Украсил себя Это больше такая, скажем, соционика, психология И мы там себя тоже изучаем Иногда весело обсудить Да, я, например, манифестирующий генератор Это тоже манифестирующий генератор Что бы это ни значило Это неважно Давайте Я хочется уже поиграть, честно говоря Уже скучно Любую, пацаны Как вы хотите Песня любая Одесская 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 Наша авторская А я сижу на лавочке В парке городском Мимо ходят дамочки Звуки в воздухе морском Ай, как хорошо В любимом городе Звучат слова На языке родном Я капитан По форме бродяга По душе В костюме фирменном Куканем наши шеи А капитан По форме бродяга По душе Я родился В Одессе Одесса То вообще Пройдусь по Молдаваночке Зайду в какой-то дворе А там Друган За школы Мой Здорово, Жорик Сто лет Не виделись Но как бы встретиться Мы не на разных полюсах С тобой живем Я капитан По форме бродяга По душе В костюме фирменном Куканем наши шеи А капитан По форме бродяга По душе Я родился В Одессе Одесса То вообще По форме бродяга По форме бродяга Я капитан, по форме бродяга, по душе Казим и фирменам, пуганил наши шеи Я капитан, по форме бродяга, по душе Я родился в Одессе, Одесса, то вообще Я капитан, по форме бродяга, по душе Без хлопочек, чтобы не было палец старта Феликс, вот в одном из интервью вы сказали, что год ваш коллектив работал в ресторане, а потом вас выгнали Почему? Почему нас выгнали? Потому что мы выросли из ресторана на большое пространство В ресторане было весело, в ресторане мы многому научились Так же сказали, вы выросли Мы многому научились в ресторане Знаете, мы играли в классном ресторане в центре города Это была открытая площадка в горсаду, центральное одесское место Напротив стоял и стоит памятник 12 стулу из произведения Львы Петрова Ден стульев И постоянно были очереди людей за рестораном, которые хотели послушать Не было уже мест внутри этой площадки столов где-то на 15, наверное, на 20 Люди собирались толпами вокруг этого ресторана послушать наше трио И вот тогда мы научились взаимодействовать, работать с людьми, которые не пришли тебя послушать Заплатили билет, а они не знают Ну, они просто если гуляют по Дерибасовской, тут бац-музыка Вот чтобы таких людей остановить, надо обладать каким-то притяжением, какой-то харизмой, каким-то талантом И харизма, и талант, и профессионализм реально выработались у меня, как у артиста даже скорее, именно в ресторане Да, за артистизм Просили вас там, спойте нам Лепса или Червоную Литу Ну, бывает, очень редко, очень редко К нам относятся, ну, всегда уважительно И у людей, у которых есть голова на плечах, даже не возникает идеи подойти и сказать нам какую-то глупость Ну, во-первых, нас восемь Да, это только в группе Да, это только в группе, есть еще группы поддержки вокруг Поэтому у нас была однажды драка в Днепре в клубе с охраной Но охранник не знал, что нас много, мы просто оставляли большую часть танцпола Да, получилось, что как бы там, мы танцевали по отдельности Вот охраннику не понравился танец Феликса И он решил его вразумить, так сказать, в жесткой форме Но он не знал, что тут вокруг еще 10 человек, которые с удовольствием С удовольствием мы тогда поучаствовали в этом вразумлении охраны Закончилось все тем, что вы уже держали стулья и махались уже как бы нормально Ножи, да, там все Пау-пау, беретта Ай, хакки Вот он проявился Ганнста Фолк Кто решит до нас доколупаться, сразу получится по морде Те песни, которые вы играете в Одессе Ну, там Шаланда полная кефали, я думаю, это знают, ну, по всей Украине Да, да, может быть там Серьезно Весь, да, русскоязычный, Украиноязычный мир Вот те песни, которые вы играете, вот именно одесские В Одессе их еще знают, еще помнят? Вы давно не были в Одессе Я почти никогда не была в Одессе, я полно сказала Вообще не были? Я была проездом, поэтому можно сказать, что нет Пару часов Я вам скажу, все это музыкальное наследие, все знают Все знают А те, кто не знают, вот сейчас молодежь, допустим, они действительно есть такое ощущение Я, знаете, каждый раз поражаюсь, потому что иногда, ну, я вижу там, что у нас там люди разных поколений Действительно, на наши концерты приходят разные поколения Вот мы собираем мускомедию, филармонию, там большие, там зеленый театр, пару тысяч человек в Одессе То есть это для Одессы серьезное событие, когда мы там играем на открытой площадке И вот, да, мы вот играли вот, ну вот на днях, да, будем так говорить Здесь, в Киеве, на молодежном таком, типа, рынок, где дизайнеры всякие украинские представлены И это же прекрасно, когда вот прям такие люди, они не знают практически, что мы играем Они не знают этих песен, но они хотят знать И уже многие, да, мы приезжаем не первый раз в Киев, уже многие подпевают И все прекрасно понимают, куда они и зачем идут Спасибо, ребята, они все еще высказались Вас назвали графом Это как бы правда, неправда, есть корни или это ощущение Что не видно, я просто нашу фрак и цилиндр И уже это нотка графства Это авантюрист из Одессы, он назвал себя графом самозвания Как вы попали в коллектив, почему решили остаться? Я вам расскажу, меня позвал Олег Васянович, музыкальный руководитель, мы до этого были знакомы Сказал, поехали с нами на дни гастроли, там, заменить барабанщика у него там не получается Ну, я съездил на дни гастроли и остался Да, я учился в консерватории, работал в оркестре до этого Потом ребята съездили куда? В Бразилию, вернулись, и Феликс мне написал Все, ты играешь с нами Я позвонил в оркестр, говорю, в оркестре больше с вами не работаю Еду в Амстердам, и вы поехали на гастроли в Амстердам Поехали, тут Париж, Амстердам, все дела Вот как-то так Понятно, спасибо Так, у нас еще есть два человека, не выскажу А Андрюха вот, мне кажется Здравствуйте Еще раз лично поздравляю вас с тобой Спасибо Спасибо Правда, я еще не рассчитался полностью, но с коллективом Вы как попали? Вы профессиональный музыкант? Да, тоже закончил музыкальную академию в 2009 году Да, поклался трубы, там еще дирижирование было, ну это не важно Меня позвал, я так понимаю, это Вова меня порекомендовал, сколько я знаю Да, помни, да И пришел, понравилось, и в принципе, до сих пор нравится Решил остаться Иногда Семья отпускает на гастроли? Да, да, да Слава Богу, отпускает, все хорошо Первый сын Андрея родился в гастролях Да В Харькове мы были, и у них жена, и в поезде, да Да, я пошел первому, что порадовался за меня, Олег, но он про Соня не понял Что ты имеешь в виду? У меня родился сын, я не понимаю Нет, он сказал, я сплю, все, иди Хорошо, спасибо большое, так Это Дима А вот у вас на футболке такие клеймер написаны, а говорите нет Да, это мы выступали недавно, и я не поменял еще Напряженный график, я понимаю Да, да, напряженный график А что интересует? Интересует, как вы попали в группу, и насколько вас затянула одесская музыка? Затянула сильно, а попал, ну вообще это очень тоже длинная история, но коротко, мы знакомы были с Феликсом давно, познакомились в лыжном походе 14 лет назад Он тогда не занимался музыкой еще, а я уже закончил музыкальное училище Потом была армия, потом в оркестре я служил Потом у меня было филологическое образование, закончил Мечников наш Было филологическое образование? Ну да, я филолог в отставке, можно сказать Да, одессизм как бы теряет это все Навыки правильного письма, арфаэпи Ну, а потом, ну я на гитаре играю еще немножко И я ездил там в Японию, в Китай Вот, а потом так случилось, что Женя уехал на Эльбрус Кстати, нас в путешествии всех связали И Олег предложил поиграть мне, заменить Женю Вот, ну так я познакомился с ребятами, а потом возникла мысль А потом Жене место не отдали, я так понимаю Не-не, потом просто, да, Женя просто Я же говорю, место не отдали Да, потом просто возникла идея включить бас в состав Ну, это необходимость была, на мой взгляд, тоже Вот, и Олег порекомендовал меня, я так понимаю Ну, и ребята вроде подержали Вроде не жалеют Спасибо, Феликс, скажите, я так поняла, что достаточно много ваш кооператив путешествует Где вы не по горам, не по горам лазите, а именно выступаете, в каких странах? Ну, я могу рассказать даже за это лето Лето началось, ну, мы сейчас песню в Киеве писали Мотались туда-сюда, в Одессу и Киев Через пару дней, послезавтра мы уезжаем в Израиль Возвращаемся, едем выступать в Кишинев Потом мы едем на Atlas Weekend, самый большой фестиваль Украины сейчас Потом Умань, потом Штутгарт, потом Тернополь Ну, то есть Европа, мы развиваем это направление Ну, ездили мы в Южную Америку играть Я думаю, что в ближайшее какое-то время, может, в этом году мы поедем в Америку, в США А в Южной Америке кто вас слушает, кто ваша аудитория? Индейцы, католики, выходящие из храма, из площади Ну, это было такое интересное, авантюрное мероприятие В Эквадоре нас слушали выходцы из Украины, России, это было интересно И которые привели своих друзей уже местных Там все завертелось, это очень интересно, мы туда попали, а там все внезапно завертелось Да, вот в Бразилии сложно было, честно вам скажу Потому что у нас барабанщик играл на ведре, а у нас не было части коллектива, это было сложно Ну, у нас вот Европа и Израиль, это такие два вектора, которые повторяются сейчас в нашем гастрольном графике Вообще мы, конечно, мы сейчас, знаете, работаем над авторским материалом И я бы очень хотел, чтобы мы развили именно Украину Как хочется таких больших гастролей по тысячникам, каким-то залам по всей Украине Ну, у вас уже есть клипы, то есть вы уже выходите на широкий экран, так сказать, да? В прошлом году клип, который мы сняли своими силами, был на М1 на канале Не могу сказать, что это то, что я именно хотел бы, чтобы вышло на телевидение Короче, мы работаем, мы работаем, мы делаем материалы Правда, пацаны, хочется по Украине ездить именно Вот наши гастроли европейские, они, знаете, такие ознакомительные Мы смотрим, сами путешествуем Ну, там, больших суперплощадок мы не соберем, если мы не будем играть на английском языке и петь песни Я бы хотел, чтобы мы по Украине собрали тысячники Прямо вот у меня такая мечта Феликс, ваш имидж, вообще имидж группы Кто придумал, откуда столько часов? Часы из-за староконного рынка Ну, поскольку вы были в Одессе так проездом, я вам расскажу Значит, это барахолка одесская Это место, где царит настоящий такой дух образца 1830 года Ну, я люблю фенечки всякие, значит И, как говорил Стаб Бендер, побольше всего непонятного Людям это нравится Вот эти пары часов именно для этого тут и находятся Тут есть по Нью-Йорку время, по Киеву Да, по Тель-Авиву По Одессе По поселку Котовского Ну, имидж для Одессы, это все, даже не имидж, а стиль В Киеве какие-то высокопоставленные политики, олигархи приглашают, слушают? Да, да, я думаю, что мы не будем упоминать имена и фамилии, но мы играем очень разным людям, в том числе и занимающие самые высокие посты в Украине Были какие-то смешные истории, которые вас не скомпрометируют, чтобы еще продолжали приглашать? Смешные истории? Мне кажется, гастроли в Париже были очень смешные для некоторых олигархов Для некоторых Парижев Бывало, да, бывало, я даже не знаю, сейчас Ну, Париж уже надоел просто вспоминать это дело Мы уже все обстояли Я не в курсе Ну, что вам сказать? Ну, у нас уже мало времени остается, поэтому, да, давайте самое яркое Самое яркое Вы знаете, я не могу озвучить это Я могу с вами лично после этого интервью встретиться и рассказать Евгений, спасайте Я вижу по глазам, вы хотите рассказать Оказалось, что не все олигархи приличные люди, конечно же Некоторые Феликсу предлагали что-то неприличное, от чего он отказался Да, именно поэтому я решил, что, может, не надо эту историю рассказывать Да, да, прямо на Мартре Зато могла быть отличная история еще шире, конечно Да, я имею в виду, история Мы так тесно живем в этом коллективе, что невозможно рассчитывать на что-то толерантность, да, и корректность Хорошо, ребят, но перед тем, как последняя песня, это еще, я не знаю, крайне В нашем интервью, да Да, в нашем интервью прозвучит, просто есть возможность обратиться ко всем украинцам, которые смотрят Хорошо, я обращаюсь ко всем людям планеты Земля с таким месседжем Значит, 18 августа у нас будет классный большой концерт в Зеленом театре В городе Одесса, 18 августа Это прекрасное место на берегу Черного моря Приезжайте к нам в гости Я просто хочу пригласить всех познакомиться с нашей музыкой, с нашим коллективом Через интернет, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб Нам будет приятно, если через это интервью мы обретем новых своих слушателей Да и просто вообще, господи, приезжайте в гости в Одессу Даже если у нас там не будет, вам там будет хорошо Хорошо, спасибо Какая песня завершит нас сегодняшний эфир Хороший вопрос Брось Одесский порт Да, Одесский порт Я тоже с Одесский порт Одесский порт более одесский Давайте брось Хорошо, давайте брось, если хотите Грустно как-то будет Давайте одесский порт Одесский порт же хорошо Да, вообще мальчиком Не, так и не мальчик Понятно Плюрализм мнений, кто решает в конце концов Выборы, не знаю Как повезет Кто за Одесский порт? Камстри, поехали Нет, это будет долго Да, я тоже за порт На самом деле Песня известная людям Леониду Тесову исполнял Одесский порт Ночи простёр Маяки за перецыпью светятся Тебе со мной И мне с тобой Здесь в порту интересно Пусть встретиться Тебе со мной И мне с тобой Здесь в порту интересно Пусть встретиться Хотя чуть-чуть Со мной попуть Ведь я иду Кругоцветные странствия Твой дальний край Уйдёт трамвай Весь твой рейс До шестнадцатой станции Твой дальний край Уйдёт трамвай Весь твой рейс До шестнадцатой станции Махнёшь рукой Уйдёшь с тобой Выйдешь замуж За вальску диспетчера Можешь бить китов У кромки льдов Рыбьим жиром Детей обеспечивать Бить китов У кромки льдов Рыбьим жиром Детей обеспечивать Эй! Я не поэт И не брюнет Не герой Заявляю заранее Но буду ждать И тосковать Если ты не придёшь На свидание Но буду ждать И тосковать Если ты не придёшь На свидание Шумит волна Шумит волна Плывёт луна От слободки За дальние мельницы Пройдут года Но никогда Это чувство К тебе Не изменится Пройдут года Но никогда Это чувство К тебе Не изменится Всё! И сами себе Спасибо вам! Ура! Вы лучшие ребята!